Машине доверяют только штемпель проставить, все остальное руками. Письма со всей области сортируют всего 8 сотрудниц почты, работают посменно. Труд монотонный, признаются женщины. Сколько конвертов в день проходит через их руки и не сосчитать. У нас за каждый день где-то от 50 до 100 с лишним килограмм у нас проходит, потому что мы сдаем все это весом, а не счетом. В общем 110 штук у нас получается 100 килограмм. У этого агрегата скорость побольше. Современный станок в России есть только в подмосковном Подольске. Читать индекс, проставить отметку, направить на пересылку. На это уходят доли секунды. За последние годы объемы почтовых сообщений выросли в разы. Емейлы уже не в моде, констатируют специалисты. Писать от руки стали чаще. Вообще письменные корреспонденции по объему общей не падают однозначно. Уровень физический, да, как бы, может быть, сохраняется. Но юридических лиц увеличивается каждым годом. Поэтому почтовые услуги, вот именно почтовые услуги, одно из почтовых услуг, он подрастает каждый год практически на 20%. Для голубиной почты в основном используются у нас почтовые. Ни интернета, ни конверта, только птица. Свои послания сотрудник охотничьего хозяйства доверяет пернатым. О голубиной почте Владимир Хурин может говорить часами. Использовать почтальвинов птиц придумали еще в средние века. Летали голуби даже за океан. Почтовые голуби использовались длительное время и в пограничной службе. В 60-е, в 70-е годы еще спутниковых не было. Телефонов, рации могли не сработать. Пограничники, когда ехали в объезд границы, они брали с собой почтовых голубей. Мы и сами решили провести эксперимент. Вот обычно голубки, его лапки привязали небольшую записку с сообщением. Резинка для волос, обещая, что для здоровья птиц это совершенно безвредно. Над уровнем Волги примерно метров 200, до голубятни около двух километров. Эксперимент начинается прямо сейчас. Лети домой. На месте крылатый почтальон оказался уже через три минуты. Скорость полета составила чуть больше 40 километров в час. И вот момент истины. Почувствуй нашу любовь. Эксперимент удался. Михаил Терентьев, Валерий Богословский, Алексей Барыбин. Новости Телеобъектив.